так друзья всем саламу алейкум всем привет с вами на связи кизит агро нахожусь я сейчас кургальджинском районе от молинскую область у человека который наверно больше всех знает о сейлке amazon condor моего друга долила даке саламу алейкум так друзья сейчас немножко поговорим об этой селки даке расскажет все свои секреты лайфхаки плюшки про эту селку даке дима находимся находимся на клетке 387 гектар это кургальджинский район бригада номер четыре русальский сельский округ только зашли на эту клетку что семьи здесь кейс ходит и ходит кирович с амазонкой феем шиницу естественно монокультура какая норма высева норма 75 здесь почему 75 вот многие задают вопросом так пшеница омская гранистка читая почему с ним сказать почему 75 да вот многие просто как бы больше стандарт у них норма пшеницы я работе 110 120 килограмм на гектар почему у тебя 75 ну читаем миллиона хотим все 2 миллиона 2 миллиона и то есть ты считаешь масса 1000 в нашем случае это 36 грамм выводим пассивную годность энергию считаем для туда высчитываем сколько программам уже поселить что получить 2 миллиона схожих семян сколько между рядом 30 сантиметров да и ну и корректирую все это под полевую схожесть естественно там добавляем где-то 10 процентов сверху ну и отсюда и выкладывать цифра 35 килограмм то есть мы хотим иметь 200 растений на квадратный метр для нас это оптимальный оптимальная высота смотришь ли либо считаешь ты то есть зависит ли репродукция то есть это или это либо первая репродукция на третье там естественно да конечно ну да это все по синагогонности в принципе и выходит так окей давай немножко по силу тебе рассказывает все лайфхаки свои мы все укрепляем поделись ему я думаю же все знают эту селку сколько у тебя здесь на 44 контора все 15 метровые все под импортной техникой селка анкерами выжиряем 30 сантиметров рабочий орган очень простой прикатывающий колесо сам удаляй при карта получается да сам анкет до 16-метровых вот поймал металл так вот он анкер сам вот она колесо вот 7 провод действия от компенсаторы воздушный там лишний воздух если там забивает чтобы он выходил 7 провод ну и все эти датчики то есть если забивается датчики это опция можно поставить на грибок да да у нас тачки не стоят в принципе ну как ребята говорят ну и по опыту проще тетки очень редко заливает очень редко заливает боится ли влажную почву эта селка я думаю любая селка боится влажную почву ну не то что боится но определенные проблемы возникают на неспелая почву это же агрономия это же сельское хозяйство это агробизнес мы не можем порой ждать не надо заходить потому что мы успеваем по разным причинам поэтому иногда заходим неспелую почву естественно какие будет мотать на колеса вот ну здесь стараемся регулировать давление и глубину сошников и чтобы посеять с наименьшими там проблемами потери и так далее нормально давление на сошнике сколько давление на сошник идет на финале то есть сирневой фон она спокойно заходить да сирня вообще без проблем по парам сами амазонцы принципе не рекомендуют но мы спокойно сеем по черному фону просто забавляем скорость все ходим там 6 7 километров в час по сильнее ходим до 11 я знаю ты во время уборочной кампании убираюсь часть урожая отчет да как силки эти ведут себя после отчет в нашей зоне проблем нету с отчетом из них нет ли они любят у нас может быть у нас такого вот такой густоты нету все или там по отчетку после урожайность 18 центра проблем не возникало какую площадь сеют именно анкерные селки в процентном соотношении 70 70 процентов площадей засевает именно и пищевая цель да как ты борешься сорняков но все-таки на анкер это здесь лапа наглядно вот буквально так здесь отработали мы 33 или четыре дня назад это препарат гром старт гриф глифосат ателье магра это помогали сами они сами по моему его изготавливают препарат норма совместно с но здесь добавляли еще эфир эфир добавили дамы 0 3 до этого robusta супер 904 глифосат норма такая двойка ли в сад норма здесь двойка деда есть переросшие асоты они тоже берутся очень хорошо вот увидите смотрите полностью скрутился а какая норма вылива рабочей жидкости 50 литров 50 50 литров форсунки лехнер обязательно 2 факельные новые форсунки поставили в этом году 1 видеть и химия работает бывает не будешь нет ты работаешь и химии до посева мы работаем химии до посева и можем работать после посева тоже и опыт у тебя работы хим пропула химии именно после посева постоянно есть больше не успеваем там зайти на поле трактора загонять нанесе это через день-два я стараюсь выждать чтобы совет еще чуть-чуть поднялся чтобы это пыль там с него спала и после этого загонять уже опрыскать или вот с ними вот так боремся на этом фоне на этом поле было ли там снегозадержание либо а здесь не держали сюда не успели вам просто доехать вот влаги мало в осенью дождей нас не было почва в зиму ушла полностью сухой и зимние осадки были хорошие и вся эта влага все зимние осадки питались почву сейчас там на горизонте 40 до 50 сантиметров влага из дальше уже под вопросом по моему там слабо все понял давай вернемся к силу поговорим о ней как она себя показывает в работе сколько какой сезон ты уже работаешь так мы работаем третий черт и сезон уже то есть черт сезон на проблем нету как бы 77 какие-то поломки какие-то может быть системные я не знаю там системы заменим их нету у нас раньше состояли между ряде 25 сантиметров то есть на 12 по моему на 12 на 9 сочников больше было носить мы попросили amazon чтобы они нам убрали лишний сделали от между ряде 30 сантиметров то есть 30 нам больше нравится и трактору легче и у нас все-таки и засушливая зона мы порой не успеваем засевать сроки и когда уже влага уходит нужно заглубляться в этот момент тяжело и трактору и сеялки и там допустим интер можешь вырвать но это нормально то что с таким давлением ходить сложно по такой почве а с между ряде 25 не гребло на сене его нет абсолютно мы даже сели это ссылка по по залежу за химичный зайдет себе вообще ничего не гребет бурян не гребет правда не было туда поднимемся да давай посмотрим сколько времени примерно заправка занимает добра по занимаетесь это 30 30 до 30 минут ну пока остановить туда-сюда почему ты черном поделиться код по цену здесь на кейсе у нас нету трех точки . . очень дорогая мы не ставили ставить купили вот такое недорогое орудие устройство российское называется волга продается казах эксперте вот и и чуть усилили конечно нужно все дорабатывать всегда ведь мы здесь поставили хомуты усиленные вот здесь плиту поставили что еще мы здесь усилили цилиндры родные вроде стоят а колеса поменяли колеса от ливи они кстати я не нас стоит без дела поэтому колес опасания все работает нормально ну правда как бы сама селка удлинилась вот несколько лошадей минимально нужно для чтобы таскать такую силку 12-метровую обычно кировец спокойно тачкин до 5 по моему 12 метров 12 по моему 15 тоже я точно не могу стать вот даже эти борозду давайте посмотрим здесь засеяли буквально вот недавно вот у нас во влаги лежит омская протравленная иншуром протравленная лидер с ты сто процентов травишь семейный материал до сто процентов сто процентов сто процентов отравлено во влаге вас и вазы к классно сейчас температура воздуха чтобы вы понимали сегодня было где-то 33 34 гаются и сейчас эти сходы быстро поползут влага когда есть тепло когда есть для семена быстро здесь у нас индивидуально под каждый фондор мы нанимаем в аренду трактора купили им шнеки камазы 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 да все ребята местные круга джинские каждый год работают у нас платим им посуточно вот шнеки им взяли направляют индивидуально за каждой селки за каждой селки свой камаз да ну порой они просто стоят без дела да как но зато самое главное эффективность быстрота никто никого не ждет самая главная селка не стояла дали там ваша селка вот те взрослых как ты без удобрения да получается так без удобрений в этом году без удобрения ах шажок в этом году у нас министерство сельского хозяйства оставила без денег без субсидии и модельный пламенный привет а я еще делал не в этом прошлом году засуха была туда этому с удобрениями сеяли ежегодно или поселом и поры вносили когда засуха эффекта не получили ну да остаток не было и от удобрения в этом году решили поправить без удобрения но практику с удобрения мы будем продолжать лучшие годы вот такой сорт это это омская омская да все сколько общий объем бункеров общий объем 10 кубов да по-моему сколько в смену делает а досеялка смену ты вчера создал джижерматур гектар жасаду киши и ригитар смену смену работает сутки работа две смены до сутки 250 до сутки делал смело максимум хотя бы 145 гектар делал до смену насколько хватает заправки 1 селки помню 5 тонн в общем смену ты два раза заправляешь понятно но в общем 4 кондора 250 тысячи гектар до получается сутки до 4 кондора 1000 это 20 тысяч за 20 не можем посеять за три недели нормально есть трактора не будет стоять ломаться нормальный так здесь у тебя трансфер кейс остальные 3 кто таскает кейс нью-холланд т-940 и два кировца 742 все понятно все рахмет для интервью все сети рахмет все друзья